Всем большой привет! Сегодня покажу вам косметические покупки из интернет-магазина Ифраше, Дуглас и Бьюти Бэй. Поэтому, кому интересна такая тема, то продолжайте смотреть это видео. Давайте быстренько пройдемся по Ифраше. В принципе, не такой большой заказ. И помните, я вам говорила, что в мае мы поедем в Хорватию, поэтому я уже потихонечку начала готовить подарки. Для трех женщин, получается, я подарочки сделала, в принципе, как и в позу в прошлом году, мне кажется. Гели для душа и кремы для рук. Гели для душа я взяла вот такие вот четыре. Четвертое для меня, девочки, четвертое для меня, потому что, мне кажется, вот эту вот линейку с мимозой и с хлопком Ифраше выводит с производства. Почему я это говорю? Потому что вот эти гели для душа я поймала в аутлете, в отделе с аутлетом. То есть, это продукты, я так полагаю, видно вам? Это продукты, которые не будут больше Ифраше продавать. И если я не ошибаюсь, то в новых упаковках с этими ароматами гели для душа нет. Вот, три получается на подарок и четвертое для меня. Были только в маленьком объеме, стоимость евро 95, если не ошибаюсь, одного геля для душа. То есть, здесь всего 200 миллилитров. И, конечно же, кремы для рук. Кремы для рук тоже были в аутлете, ванила бурбон называется. Такие вот гели. Ой, гели, говорю, кремы для рук. Я как-то, мне кажется, пользовалась таким кремом для рук. Точно не знаю, именно с ванилькой был крем или нет, но мне от Ифраше такой крем именно вот в такой тюбике понравился. Поэтому я решила и себе взять. Также в аутлете стоимость евро 50, я думаю. Здесь, конечно, объем небольшой, всего 30 миллилитров. И, мне кажется, вот так вот неплохо будет такой символический подарок. Плюс я еще такие вот мешочки хочу прикупить, когда в центр поеду и присмотрю какие-нибудь мешочки, чтобы поинтереснее смотрелось. И вот таким вот образом подарю. Далее купила также, мне кажется, это в аутлете было или все-таки я приобрела это уже, ну, в обычном отделе Ифраше, да. С арганом и с лепестками роз. С арганом и маслом и лепестками роз. Гель для душа. Видите, это уже большой объем. 400 миллилитров. Вот сравнивая в объеме 200 миллилитров. Какая малютка, кажется, это большой объем. Очень приятный аромат. Розами точно пахнет. Сладкое что-то такое и розовое. Классный. Мне кажется, у меня такой гель для души уже был, поэтому пусть будет. Ну и была акция, как обычно, я заказы делаю Ифраше всегда, когда есть акция, первый продукт в корзине в подарок. И, естественно, я купила парфюм, точнее, в подарок взяла парфюм, но не для себя, а для моей мамы. Она просто обожает вот этот вот аромат. Соль-де-Азюр из моей любимой линейки. Это уже новая упаковочка. Не знаю, правильно говорю или нет. Вот, видите. Для меня это больше мужской аромат, но моя мама просто обожает. И вообще, эта линейка же, она унисекс идет, поэтому и говорю, что для меня пахнет это все-таки мужским ароматом. Я уже не помню, но такие первые впечатления были, что этот парфюм больше для мужчин подходит. Но моя мама влюблена, говорю же, в этот парфюм и на работе постоянно комплименты получает с этим ароматом. Это был весь заказ с сайта Ифраше. Теперь перейдем к Туглас. Я заказ сделала только двух продуктов. Помните, в одном Get Ready Me мы с вами разговаривали о Revolution. Я там сидела, смотрела, что у Revolution есть нового, что я не видела еще. И там показала вам одну палеточку, которая стоила на сайте официальном Revolution всего 5 евро 20 центов. Но ее быстро раскупили. Я тоже не успела ее купить. В принципе, я, когда уже сняла это видео, потом некоторое время прошло, я особо и забыла про эту палетку, можно сказать. И Финджа тебе большой привет передаю. Она мне про нее напомнила и сказала, что эта палетка в Дуглас сейчас продается за 9 евро 99 центов. Ну, за 10 евро получается. Как раз-таки 20% скидка была. А так, мне кажется, около 14 евро эта палетка стоит. 10 евро, я считаю, это нормальная цена для палеток Revolution. И когда в Get Ready Me я вам показывала эту палеточку, я не обратила внимания, что упаковка вот так вот оформлена. Очень красиво, что-то такое розовое, и голографика как будто бы. Вот так вот вам кажется, что это серебро, но на самом деле немного как будто бы голографит, когда преломляется на свете вот эти вот серебристые разводы, так скажем. Слегка, не сказал бы, что сильно, но, возможно, на искусственном освещении это чуть поярче будет. Расцветка вот такая вот. Вот так вот, наверное, подержу. Посмотрите, какие классные оттенки. И вот, девочки, все свочи на эту палетку пришлось один оттенок вот так вот нанести, потому что не вмещалось уже в руку. Давайте по порядку пойдем. Первые два оттенка, но они не находятся на одном и том же месте, просто я решила эти два цвета рядом сделать свочи, потому что это кремовая текстура теней. Значит, это будет такая база. Вот этот вот цвет мне очень-очень нравится. Я даже не знаю, что думать про кремовую текстуру теней от Revolution, потому что эти тени должны застыть каким-то образом, да, чтобы они держались на веки или работали как база. Но цвет очень красивый, как будто бы немножко и дуахром есть персиковая и розовенькая. Не знаю, насколько на камеру видно. А вот это такой персиковый оттенок. Ощущение, как будто там тоже есть много каких-то микроскопических блесточек. Вот этот оттенок мне показался немножко таким грязноватым, не знаю. И вообще, делая свочи после Cosmic Brushes, конечно, вот эта пигментация именно по свочам не особо меня сильно удовлетворила, можно сказать. Хотя у Revolution намного лучше пигментации бывает теней. Я не знаю, такие странные впечатления остались от этой палетки. Но я знаю, что у Revolution есть такие тени, которые при свочи, они не очень хорошо смотрятся, но когда вы делаете макияж, он шикарным получается. Так что я даже на это сильно не обращаю внимания, просто говорю же свои впечатления, когда Cosmic Brushes делаете свочи один раз. Потому что здесь в некоторых тенях, в матовых, мне приходилось по несколько раз провести, чтобы вы могли увидеть цвет. Но опять-таки же говорю, у Revolution вот бывает такое свочи одно, а когда работаете с этими тенями, это другое. Мне очень нравится вот этот оттенок. Это топпер, и вот этот тоже, мне кажется, таким топпером. Дуахром легкий. Хотя не сказала бы, что это супер-дуахром. На такой вот коричнево-красноватой базе много-много шиммера находится. Вот, мне кажется, влажный эффект на веках будет давать этот оттенок. Обычный серебристый, вот он тоже достаточно яркий. Какой оттенок был? А, вот этот оттенок ложился немножко комочками, рассыпался не то, чтобы комочками, а именно рыхлый какой-то цвет. А вот остальные такие, этот шелковистые, шелковистая текстура шиммеров. Ну вот, такая расцветка. Мне кажется, эти тени шикарно будут сиять на веки, именно шиммеры. Мне вот интересно, вот эти вот кремовые текстуры, они размазываются. Ну не сказала бы, что сильно, но чуть-чуть-чуток. А этот, этот получше, получше говорю, да, этот прям размазывается. Не знаю, не знаю, что думать про эти кремовые два оттенка, но все будем тестировать с вами. Ждите, конечно же, макияжи с этой палеточкой, Get Radio Me, наверняка, когда я на работу буду собираться, потому что здесь цветовая гамма как раз-таки на каждый день то, что я люблю. И следующее, я купила жидкие румяна. Я вам уже говорила в последнем видео, что накупила очень много различных жидких румян, но эти румяна я приобрела, тоже от Revolution, кстати. Приобрела, потому что я подумала, что это копия на Charlotte Tilbury, возможно, будет. Я вам уже все уши пророжала про эти румяна от Charlotte Tilbury, которые у меня на данный момент находятся в проекте вот за этот 2024 год. И я просто не выхожу из этих румян. Девочки, сегодня тоже нанесла эти румяна. И они мне настолько нравятся именно тем, что это румяный хайлайтер два в одном. Вот, румяный хайлайтер два в одном. То есть у вас и румянец, и хайлайтер сразу получается на скуле. Потому что текстура, то есть формула там с какими-то, видимо, сияющими частичками. И когда как раз-таки о Get Ready Me мы с вами говорили о палетке, я вам показала там матовые румяна. Увидела у Revolution матовые румяна. И говорила, что, о, вот это вот интересная такая вот штучка, хотелось бы попробовать. Но потом, когда я делала заказ вот этой вот палетки, увидела, что у них есть еще и Hydra Bright Cream Blush. Hydra Bright Cream Blush означает, что эта текстура будет тоже сияющим финишем. Поэтому решила взять, и мы с вами сделаем тест, конечно же. Вот таким вот образом выглядит упаковочка. У меня в оттенке пинг. Сейчас открою и покажу вам. Вот такие румяна. Какой здесь объем, кстати, 12 мл. Обалдеть! Сейчас, секунду. Вот таким образом выглядит. Обязательно ждите видео сравнения с Charlotte Tilbury. Сейчас я не буду никакие свочи делать. Но мне кажется, по оттенку даже немножко похоже. Там были представлены два цвета. Один в свете пинг, а другой, мне кажется, более персиковый. А так как румяна от Charlotte Tilbury, они вроде и... Даже не знаю, как их объяснить. Ну вот, короче, видите на мне. Они все-таки содержат в себе такой розоватый пигмент. Поэтому я подумала, будет актуально взять тоже что-то похожее на этот оттенок. Так что будем тестировать. Я прям вижу там какие-то золотистые частички. Девочки, посмотрите. Не знаю, насколько на камеру это будет видно или нет. Сейчас. Вот, смотрите, смотрите. Видите? Мне кажется, это должно быть похоже. И, кстати, здесь упаковка точно такая же, как у Charlotte Tilbury. Единственное, это большой размер тюбика. А у меня миниатюрка от Charlotte Tilbury. Я просто не знаю, как выглядят большие тюбики от Charlotte Tilbury. Потому что, говорю, у меня миниатюрка. Возможно, вот таким вот образом. Но, в принципе, сейчас многие бренды делают такие вот тюбики. Где также здесь написано off-on. То есть, когда вы используете, открываете. А когда не используете, обязательно нужно назад закрывать. Потому что туда может воздух попасть. И, конечно же, вот этот вот спонжик я обязательно буду убирать. Потому что вы попросту тратите продукт, когда используете со спонжиком. Я у Charlotte Tilbury тоже убрала. Так, давайте, закрыла, закрыла. Так что так, будем с вами тестировать. И это был весь заказ сайта Douglas. И последние покупки будут с сайта Beauty Bay. И оформила я заказ ради одного бренда. Который называется Made by Mitchell. Yes. Наконец-то я попробую его продукты. Знаменитые, расхваленные. Ну, наверное, не все. Но обзоры, когда я вижу на его продукты, мне... Точнее, когда я смотрела обзоры на его продукты, постоянно хотелось мне что-то приобрести. Но как-то руки не дотягивались. И вот в последнее время я посмотрела несколько обзоров. И все. Вы знаете, находите какого-то блогера, который прям вдалбивает вам в голову, что все, нужно, это уже край. Нужно купить и попробовать его продукты. Вот то же самое со мной произошло. Потому что иногда бывает, что вы много блогеров различных смотрите, и что-то вас не цепляет. То есть вы готовы вроде купить, а вроде и не готовы. А тут я вот кого-то, даже не знаю, кого-то посмотрела, и она меня настолько вдохновила на то, чтобы я сделала заказ. И я делала заказ. Единственное сегодня, что я вам не покажу, это мистери-бокс от Made by Mitchell. Мы будем открывать этот мистери-бокс уже в отдельном видео. Обязательно ждите. Я думаю, что после того, как сниму это видео, я могла бы заснять открытие этого мистери-бокс. Конечно, я вам сейчас только покажу один продукт, который я купила, также от Made by Mitchell, помимо мистери-бокса. Просто мне хочется действительно мистери-бокс в отдельном видео, так вот с эмоциями открыть, можно сказать, вместе с вами. И да, сейчас я вам покажу этот продукт, что я приобрела, и также мне подарок положили в Beauty Bay. Значит, заказала я его знаменитые, конечно же, бларш, знаменитые румяна. Но чем славится его косметика, тем то, что у него продукты многофункциональные. Конкретно эти румяна, конечно же, я не смогу использовать как, например, базу по тени, хотя почему бы и нет. Такой ярко-розовый, сейчас вы увидите, что это за оттенок. И, возможно, я подумала, летом могла бы делать стрелочку с этими румянами. И я так полагаю, что они как-то застывают. Из-за этого это настолько многофункциональные румяна. Так, во-первых, хотела обратить внимание, конечно же, на упаковочку. Мне чем-то напоминает Джеффри Стар. Ну, в плане того, что у этой марки, так же, как у Джеффри Стар, есть своя изюминка. Вот что меня привлекает. И вообще, мне кажется, он любит такую вот салатовую гамму. Ну, по упаковке, я говорю, и так же у него кисточки такие красивые, девочки. Там переход из такого салата в серебристый. Очень-очень красивый. И мне кажется, в этом мистери бокс должны быть кисточки. Так, в оттенке я взяла Strawberry Cream. И я же говорю, это один из знаменитых цветов кремовых румян от Made by Mitchell. Это очень светлый оттенок. Я даже не знаю, у меня кожа достаточно, ну, не сказала бы, супертемная. И будет ли видны эти румяна? Ну-ка, посмотрим. Вот такой вот оттенок. Даже как помаду могу использовать, но это просто барби-барби цвет, девочки. Давайте растушую. Не знаю, будет ли видно. Вот. На руке-то видно. Но рука у меня светлее, чем лицо на данный момент. Поэтому. Текстура, знаете, такая муссовая, сказала бы. Надеюсь, не будет сушить кожу. Потому что вот так вот смотрю, что-то как-то прям муссовая текстура. Ну, посмотрим, посмотрим. Очень будет интересно попробовать эти румяна. И в этом мистери-бокс однозначно что-нибудь такое румянистое тоже попадется. Я просто там уже вот так вот, знаете, помяла немножко этот пакетик. И там точно кисточки будут, я знаю, и румяна тоже. Короче, мы с вами увидим уже в следующем видео. Будем распаковывать. Ну и подарок. Цвет такой, конечно, очень интересный. Ну и в подарок я попробую впервые от Beauty Bay. Бальзам, на который, кстати, хорошие отзывы. Бальзам в виде помады идет, но он полупрозрачный. И аромат кокоса с ванилькой. Что еще нужно для ветивого и сладкого? Ааа, девочки, очень-очень приятный. Вот так вот выглядит сам Bullet. Обычная выдвигающаяся помада. И давайте покажу вам сводч. Так, фокусируйся не на меня. Вот. Видите? Мне кажется, можно будет использовать как легкий тинт на губах с контуром. Какой-нибудь коричневый контур нанести этот бальзам. Давайте посмотрим, сколько здесь продукта. А? В принципе, я думала, чуть побольше будет. Но запах потрясающий, девочки. Что-то мне прям напоминает ностальгия. Давно лет 10 назад, как будто я такой аромат. У меня бальзам как будто был такой. И такой вот бальзам мне в подарок положили. Битя Пэй. Я не знаю, что за акция там была. Но вот получила вот этот вот бальзам. И это были все мои небольшие покупки. На самом деле, я думала, что я много чего заказала. Но с другой стороны, здесь, кстати, в Мистери Бокс 6 продуктов. Поэтому, если бы я вам сегодня это все показала, то чуть-чуть побольше, наверное, было бы косметики. Но вот так вот. Потому что Мистери Бокс хочется все-таки в отдельном видео открыть. Короче, ладно, девочки. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.